Когда человек находится в каком-то негативном эмоциональном состоянии, в тревоге, например, ему говорят «не тревожься». Вообще говорят не про то, потому что тревога — это уже следствие. Он уже как от этого потребность внутренняя фрустрирована, то есть не удовлетворяется. Он испытывает тревогу как индикатор наличия неудовлетворенной потребности. И как вы ему говорите «не показывай, что у тебя неудовлетворена потребность», она от этого никуда, ее неудовлетворенность не девается. Поэтому если человек находится в состоянии тревоги, бессмысленно ему говорить про то, чтобы он перестал это делать. Важно ему создавать на уровне когнитивного компонента, рассказывать, говорить «ну смотри, а тут это не страшно». Если он там боится, например, что случится у него фрустрирование, не сдаст экзамен. И вы ему говорите «не тревожься, все нормально будет». Не сработает. А вы ему скажете «ну на самом деле не фатально. Если не сдашь экзамен, мы что-нибудь придумаем и будем с этим делом справимся». То есть то, что экзамен не является катастрофой, но для мозга нашего у него же какие? Или катастрофа, или не катастрофа. У него параллельных, как бы серединных историй нет. Каждый раз идут на экзамен, как на эшафот. Если бы по поводу каждого экзамена выстраивались бы эшафоты, пройти бы невозможно было бы по улицам, понимаете. И вы ему скажите «это не смертельно». И вы же в этот момент действуете на потребности. Не пытаясь говорить ему «не тревожься». Тревожься сколько угодно, но не помрешь. И тут уже как-то неловко тревожиться. Ну как-то по-дурацки получается, правильно?